Приветствую вас на канале Елена Мерсемяна Цветов. Весной розы нуждаются в особом уходе. После обрезки роз приступаем к обработке от болезней вредителей. Весной необходимо опрыскать розы от болезней медь содержащими препаратами, такими как бордоская смесь, хом, оксихом, медный купорос, обигопик или хорос. Я буду опрыскивать препаратом хорос. Он отлично справляется со многими инфекциями, сочетает в себе контактные и системные свойства. Быстро впитывается растениями. Он хорошо действует в прохладную погоду. Развожу его по инструкции и опрыскиваю. Отвредители кусты роз можно опрыскать через 3 дня после обработки от болезней. Отвредители подойдут такие препараты, как октора, фуфанон или командор. Для обработки своих растений недавно приобрела очень удобный ранцевый опрыскиватель емкостью 12 литров ЖУК Электроклассик. Мне он понравился тем, что имеет большой объем и можно обрабатывать не только розы, но и другие садовые растения, деревья, кустарники и цветы. Его не нужно все время накачивать, поэтому сил затрачивается меньше, а производительность больше. Бренд ЖУК является первым российским производителем, который разработал аккумуляторный опрыскиватель. Все узлы данного опрыскивателя расположены оптимальным образом и тщательно подобраны. Электрическая часть расположена сбоку и не намокнет, даже если поставить опрыскиватель в неглубокую лужу. Опрыскиватель ЖУК имеет прочный выдувной бак. Емкость бака бывает 12 и 16 литров. Я в села 12 литров. Также он имеет информативный индикатор заряда аккумуляторной батареи. Время работы опрыскивателя до 4 часов. Удлиненный шланг бронспойта опрыскивателя 1,5 метра. Мягкая спинка и прочные ремни крепления на спину для комфортной продолжительной работы. Производительность 3,1 литра в минуту, оптимальный для большинства задач. Также приобрела ручной аккумуляторный опрыскиватель с объемом бака 1,5 литра. Это новинка бренда ЖУК. Он очень простой в использовании, достаточно нажать на кнопку и ничего не нужно накачивать. Им удобно опрыскивать в теплице и комнатные цветы. Опрыскиватель имеет встроенный литий-ионный аккумулятор. Может работать на одном заряде до 2 часов. Оснащен индикатором заряда. Распыл от струи до тумана. Дополнительно в комплекте есть удлиненный носик. На баке имеется мерная шкала. Если вас заинтересовали данные опрыскиватели, ссылки на них оставлю в описании под видео и в комментарии. Далее расскажу, чем нужно подкормить розы весной. Первым делом розу нужно подкормить сульфатом магния. Он служит мощным восстанавливающим средством для роз после зимы, стимулирует сильный рост побегов. Его разводят в воде из расчета 20 грамм на 10 литров воды и поливают розы под корень по 2 литра на куст. Через 10 дней можно будет подкормить комплексным минеральным удобрением, например, нитроамофоской. Она благотворно влияет на рост роз. При корневой подкормке используют 20-25 грамм на 1 квадратный метр или растворяют в 10 литрах воды. Под каждый куст выливают по 2 литра. Все эти мероприятия дадут хороший старт розам и они нарастят пышные кустики, которые будут красиво и долго цвести. Спасибо за просмотр. Если видео вам было полезно, ставьте лайки и пишите любые комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на другие мои каналы и соцсети. Ссылки я оставлю в описании под видео и в комментарии.